Друзья, всем привет! На связи я Дмитрий и на своем канале я продолжаю обсуждать вопросы миграционного законодательства. Сегодня у нас срочная новость. Мы будем обсуждать законопроект, который предполагает ужесточение получения РВП по браку и вида нажительства по ребенку. Предполагается установление минимального срока нахождения в браке перед подачей документов на РВП, а также предполагается ужесточение при подаче документов на ВНЖ по ребенку. А именно необходимость введения правила о том, чтобы иностранец при подаче документов на ВНЖ по ребенку состоял в браке с гражданином РФ, со вторым родителем данного ребенка. Обо всем этом в сегодняшнем ролике. Не так давно в Государственной Думе Российской Федерации в первом чтении был одобрен законопроект, который вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов. Нас именно интересует федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Первое чтение прошло и законопроект двинулся дальше. Это все еще не закон. Данные правила пока что не функционируют, однако после прохождения первого чтения, так уж устроено нормотворчество в России, вероятность того, что данный законопроект станет законом, очень велика. Еще два чтения в Государственной Думе, подписание Советом Федерации, а затем и президентом. После этого закон вступит в силу по истечении 90 календарных дней. Как только это произойдет, обязательно об этом расскажу. Чтобы всегда следить за новостями и быть в курсе всех событий, подписывайтесь в мой новостной телеграм-канал по ссылке в описании данного ролика. Итак, какие же изменения несет в себе данный законопроект? Первые изменения касаются получения РВП. На данный момент иностранец может подавать документы на РВП по браку, хоть на следующий день после заключения брака и получения на руки свидетельства. Каких-либо ограничений по срокам нахождения в браке нет и не было. То есть фактически иностранец, заключая брак с гражданином РФ, мог идти и на следующий день действительно подавать документы в МВД на получение РВП. Идея, которую несет данный законопроект, полностью меняет это правило. Предполагается, что теперь иностранец должен будет как минимум два года состоять браки с гражданином Российской Федерации для подачи документов на РВП. Данная норма направлена прежде всего на то, чтобы бороться с фиктивными браками. Потому что зачастую лица, заключающие фиктивный брак, шли, подавали документы на РВП и после этого разводились. Данный закон предполагает ужесточение данного правила, а значит и в принципе должен быть срок нахождения в браке и тут уже никакого фиктивного брака быть не может. Далее усложнение, касающееся получения вида нажительства. По действующему законодательству иностранцы, имеющие ребенка гражданина Российской Федерации, могут подавать документы на ВНЖ без каких-либо прочих условий. У ребенка должна быть регистрация по месту жительства, родство должно быть установлено, там условно отцовство принято и документы подавать можно. Однако данный закон направлен на то, что теперь иностранец не сможет подать документы на ВНЖ по ребенку, если он не состоит со вторым родителем данного ребенка в браке. Есть второй вариант, если брак, например, по каким-то причинам, практическим, религиозным, культурным и так далее не заключается, то без проблем, можно подать документы на ВНЖ по ребенку. Однако есть условия, необходимо через суд доказать факт совместного проживания со вторым родителем данного ребенка, как минимум на протяжении двух лет. Как именно суд будет это доказывать, пока что не ясно, однако текст законопроекта именно такой. Также данный законопроект направлен на то, чтобы как можно скорее, в случае, если выяснится, что брак был фиктивным, либо иностранец был лишен родительских прав, аннулировать все правовые статусы, которые были получены на основании брака, либо на основании ребенка, как РВП, так и ВНЖ. То есть увеличивается количество оснований для аннулирования соответствующих правовых статусов. На данный момент это всего лишь законопроект, он не действует и не является законом. Однако, как только данный законопроект пройдет еще два чтения в Государственной Думе, будет подписан Советом Федерации, а затем и президентом и опубликован, будет 90 дней и соответствующие изменения будут внесены. Поэтому вероятность того, что данный закон будет принят в силу текущих реалий довольно высока. Если вы сейчас планируете подавать документы на РВП, например, по браку, недавно заключили брак, ваш брак не является эффективным, но ему еще нет двух лет, то рекомендую поторопиться, потому что дальше с этим будет сложнее. Также, если есть сейчас у вас ребенок, но нет брака по каким-то причинам со вторым родителем данного ребенка, то также рекомендую поторопиться, потому что совсем скоро, я так предполагаю, в ближайшие полгода, мы в любом случае столкнемся с тем, что озвученные в этом ролике правила начнут действовать и получить правовые статусы будет сложнее. Ну а также напоминаю, что если у вас есть вопрос, который вы бы хотели разрешить индивидуально, то вы можете записаться на мою индивидуальную платную консультацию. Инструкция для записи есть в описании данного ролика. На консультации я лично разбираю любой ваш миграционный вопрос. Он может быть связанным как с получением РВП, ВНЖ и гражданства, так и любой иной миграционный вопрос я готов разобрать. Консультации провожу лично я, стоимость пока еще старая, совсем скоро она будет увеличена, потому что я не успеваю обрабатывать все входящие заявки, желающих очень много, поэтому поторопитесь, ссылка для записи есть в описании этого ролика. Ну что ж, в сегодняшнем ролике я разобрал законопроект, который потенциально может стать законом и, скорее всего, им станет в ближайшее время. Я думаю, вы поняли, какие правила вас ждут в будущем, поэтому если под одной из этих оснований вы подпадаете, то поторопитесь, потому что может стать слишком поздно и может стать действительно сложнее. Если у вас остались какие-либо вопросы по этой теме, то вы можете задать их в комментариях к этому ролику. Также ссылка на данный законопроект, полный его текст, будет в Телеграм-канале и возможность записи на консультацию есть также только в Телеграм-канале, поэтому по ссылке переходите и записывайтесь. Ну а на сегодня все, всем спасибо за просмотр, на связи с вами был я, Дмитрий, всем пока и до скорых встреч, еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok